Какие перспективные направления для инвестиций в Испании? Как выйти на страны Латинской Америки через юридическое лицо в Испании? Это основные темы, которые мы затронем сегодня в рамках нашего интервью. Я нахожусь в гостях в офисе РСМ, это крупнейшая аудиторская компания, и на наши вопросы о международном бизнесе любезно согласилась ответить адвокат Инга Агошкова и представитель этой компании. Инга, здравствуй поближе для наших зрителей-подписчиков. Сразу могу сказать, что по мере того, как вы смотрите видео, вы можете задавать вопросы в комментариях, и мы непременно на них ответим. Инга, расскажите в нескольких словах про вашу компанию. Я знаю, что РСМ – это крупнейшая аудиторская компания, которая занимает шестое место в мировом рейтинге. Помимо аудиторской деятельности, какие направления еще есть в этой компании? Мы также занимаемся налоговым сопровождением и юридическим. Все в одной фирме, что очень удобно для клиентов. Сразу полная поддержка бизнеса. А непосредственно ваша должность, вы адвокат? Я адвокат, да. В нашем офисе в Валенсии у нас адвокаты и налоговые специалисты, также у нас есть офис с аудиторами, и у нас еще есть пять офисов по Испании. Барселона, Мадрид, Тарагона, на Майорке и на Гранд-Канарии. А в мире сколько всего у вас представительств? В мире 800 офисов и 120 стран покрыто. Поэтому любой вопрос можем перенаправить отсюда туда. Так как это огромная сеть, я так понимаю, что у человека, если рождается любой вопрос о международном бизнесе или о бизнесе-инвестициях в Испании, он может обратиться в офис в Валенсии. Если на уровне офиса здесь вы не можете какой-то момент решить, то вы перенаправите в тот офис, который его проблемы и задачи решит. В вашей компании есть русскоязычные клиенты или больше других? Это понятно, что больше других вообще русскоязычные есть. Есть русскоязычные клиенты. Конечно, в большинстве своем это из России клиенты, также с Украины, Белоруссии и Казахстана. Какие направления бизнеса они обычно выбирают для себя? Больше всего, конечно, любят недвижимость, покупка недвижимости, как для себя несколько шале, также недвижимость для последующей сдачи. Кто-то покупает шале как под Airbnb, также могут покупать здания под реставрацию, локали для ведения деятельности. Ресторанный бизнес также возможен, но не очень рекомендуем. Да, это стандартные направления, которые в принципе все наши отели, рестораны, локали, классика жанра хотим вложить, вникать в бизнес. Это то, что легко, я бы так сказала. Кто приходит и говорит, хочу это, потому что это легко, это просто все так делают, я это знаю. Но есть сферы, про которые мало кто знает, они часто обычно публикуются на сайте торговой палаты Испании и включают в себя достаточно широкую область, куда можно инвестировать. Сейчас как раз на большом подъеме находится энергия Ренобабли, возобновляемая энергия. Это по большей части солнечные панели. У нас в Валенсии чем хороша эта тема? Тем, что с 2018 года отменили так называемый налог на Солнце. Это вообще бред был. И сейчас возможно как раз работать в этой отрасли почти без каких-то ограничений. Для тех, кто не знает, раньше, я так понимаю, те, кто устанавливал себе солнечные панели и не потреблял электроэнергию от поставщиков, они должны были платить налог на это. Да, и в Испании он назывался налог на Солнце. Отлично, с 2018 года нет. И получается компании, которые хотят развиваться в этом направлении, они получают что? Они как могут заниматься строительством нового жилья с этими панелями, так и устанавливать панели на уже существующем жилье. Ну как бы они не платят налоги, да, это большой плюс, уже хорошо. Получают ли они какую-то поддержку государства? Вот у нас в Валенсии, да, как раз приняли в этом году очень хороший закон, который регулирует, прекрасно, очень хорошо регулирует эту сферу. И можно получить и субвенции, и субсидии, и помощь от государства. В каком размере это могут быть субвенции? В целом, я скажу в целом по возможной помощи от государства. Какая может быть помощь? Кредит, например, выделение кредита по заниженным ставкам, также установление определенного периода, когда проценты не выплачиваются, особые условия по срочности, по длительности кредита. Может быть уменьшение ставок по оплате фонда для работников. Также, если это небольшая компания, то администрация может взять на себя расходы по оплате труда этих работников. Все индивидуально, нужно смотреть по конкретному плану. И также очень важно коммунидат аутонома, в которую хотите инвестировать. Потому что есть коммунидаты, которые требуют срочной инвестиции. В первую очередь это Канарские острова, Дальше вот Экстремадура, Костея Ла-Манча, Валенсия, Каталуния, Мадрид, там все белое, там ничего там не требуется. Туда не идите. Идите к нам, в Валенсию. Не обязательно. А Валенсии что-то требуется? Из Валенсии мы можем работать по любой точке. У нас требуется. Я патриот Валенсии, я хочу, чтобы она развивалась. Да, у нас очень много выделяется субвенций, субсидий, очень много. А также может быть оваль. Это очень хорошая тоже возможность. Многие банки требуют овалиста, если выдают кредит. Супер. Поэтому... Мы сейчас говорим о компаниях какого размера? Это... Мелкий средний бизнес. Отлично. Мне кажется, Испания давно пора, да, немножко помогать мелкому среднему бизнесу? Потому что все-таки... Это основной бизнес. Но здесь нет крупных компаний. Здесь мелкий средний бизнес. Я искренне надеюсь, что будет правительство все более делать лояльные условия, потому что мелкие предприниматели очень жалуются. Но радуют такие новые, такие новшества, которые помогают развиваться в современных направлениях. То есть можно посмотреть эти направления на сайте торговой палаты Валенсии? Да, да. Там указано, написано все эти сферы. Какие вы бы выделили то, что рекомендует правительство, да, и ваше зрение? Айти, айти, айти здесь не хватает. Когда я приезжаю в Москву, я говорю, господи, какой прогресс. Потому что здесь у нас только недавно 5G появился. А в банке мне вместо карточки сказали, карточку с паролями уже можно убирать. Теперь он будет приходить код по сообщению. Но в Москве это давно все? В Москве я не помню, чтобы мне карточку выдавали. Я даже такого не помню. Карточка с паролями. Когда заходишь, делаешь операцию, там говорят, веди 23. На карточке нужно смотреть, где 23. Да, 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 такое есть. Поэтому здесь развитие айти, это вот просто приходи и работай. Какие условия для этих компаний предлагают? Здесь такие налоги, что не каждая эти компания хочет заходить. Верно. Это уже налоговое планирование, как лучше спланировать компанию так, чтобы уменьшить расходы. Поэтому то, что они написали у себя на сайте торговой палаты, ну конечно, айти компания, давайте все сюда, у нас налоги выше всех. Не выше всех, в Германии выше, в Германии выше. Но все равно довольно высокие. Это Европа, поэтому, конечно, высокие налоги. Но вот то, что они разместили, айти является перспективным направлением. Что вкладывает в это слово перспективное направление? То, что пустой рынок, как бы понятно. Пустой рынок, пустой рынок, поэтому они будут выделять поддержку. Приходите, мы вас поддержим, мы вам выделим суммы, с которыми вы... Выделим? Конечно. Ну, если бизнес-план это опишет хорошо, там за три года вы будете создавать, пытаться создать рабочие места, и какая-то будет новая идея, то да, это в их интересах. А сейчас мы говорим про два разных направления. Налоговое законодательство никак не касается того, что есть поддержка с точки зрения развития бизнеса, да? Это связано. Потому что есть закон о налоге на прибыль. Там указано достаточно коротко, указано о том, какие могут быть дедукционы. Унижение ставки. Унижение ставки, да. Бонификационы, когда возвращается что-то. Достаточно коротко там выделяется сфера кинематография, поддержка артистов. Это очень здесь любят. Как раз вот кинематография, выделяются очень большие бонусы на них. Выделяются только резидентом, если, например, иностранный гражданин и не резидент Испании. Сейчас вдруг нас слушает и думает, вот сейчас открою я IT-компанию, например, в Испании, или другую компанию, которая есть в списке торговой палаты. Он может открыть или ему нужно приехать и стать резидентом? Резидентом становиться необязательно. То есть он может получить помощь, даже не являясь резидентом? Он должен создать, в этом случае он должен создать компанию. Чтобы создать компанию, что нужно? Сколько денег, времени? Ну, если это СЛО, то 3000 евро уставный капитал и где-то пару недель ждем. Ну, и до этого нужно, конечно, выбрать там наименование, сходить. Ну, в течение месяца, то есть 3000 евро делов и месяц, и у вас есть компания в Испании. Пользуйтесь всеми льготами. Да, но льготы еще нужно получить. Это нужно подать заявку, конечно, ставить бизнес-план. Ну, это тоже часть вашей работы. Да, это уже достаточно сложно подавать во все... Опять же, там в список обычно публикуются фонды, которые готовы выделить эту поддержку, не только вот аюнтемента. И в какие хочешь, туда направляешь свои заявки в определенный срок, когда они принимают. Они выделяют эту помощь бескорыстно, то есть даром, или потом взамен хотят что-то от тебя получить? Какие-то акции или... Акции не получают. Не знаю, вдруг это инвестфонды какие-то, которые хотят типа... Нет, это считается как бы социально полезная отрасль. Вот дженерики, например, требуют социально полезно. Ну, нет такого. Врачей у нас сейчас вот не хватает. А врачам как помогает? Просто к слову сказалось. Врачей не хватает. К чему это все привело? К тому, что нет врачей. Да, врачей абсолютно нет. Я знаю, что наши сюда едут. И, кстати, немножко не в тему, но знаю врача, который уже работает здесь, в Испании. Он учился с нами в языковой школе, очень быстро амалогировал диплом. Он по профессии анестезиолог. И поэтому ему очень быстро амалогировали диплом, потому что совсем не хватает. Да, да, да. Поэтому если вы планируете, и у вас какая-то очень востребованная специализация в медицине, то быстро. А так слово о дженериках сразу вспомнилось. Хорошо. То есть заходим на сайт торговой палаты или обращаемся непосредственно к вам, узнаем, какие есть перспективные направления, а потом можем открыть ООО, компанию, неважно, где вы находитесь, являетесь резидентом или нет, и потом уже формируем бизнес-план, заявку для того, чтобы получить ресурсию. Да, можно попытаться заранее. Здесь уже должна быть какая-то функционирующая компания в России, похожая по деятельности, чтобы как-то аргументировать. А то вот если совсем другое, одно дело, что подаст заявку кто-то уже, у кого есть компания или там, здесь, в любом месте, она действует. Ты, в принципе, знаешь, что ты хочешь, а другое – это просто лицо, которое думает, ну, пойду-ка, я получу себе денежку. Но нужно, наверное, доказать какие-то свои, как минимум, компетенции в этой сфере. Конечно, обязательно. Если ты хочешь открыть компанию, которая работает на, в принципе, возобновляемой энергии, то, наверное, нужно как-то доказать, кто у тебя будет работать, как ты в этом разбираешься, профильное образование, опыт. И дальше сотрудники указывается, сколько примерно будет нанято испанцев, ну, испанцев, в принципе, сотрудников, это для уменьшения безработицы. Да, то есть открыть и, в принципе, самому у вас по-любому не получится работать, если вы не резидент Испании, даже если вы открываете бизнес здесь, то у вас нет права на работу, вы должны нанять администратора. И запрашивать потом из своей страны, запросить разрешение на работу. Да, ну, это уже через год, когда вы покажете, что у вас бизнес как-то развивается, а не создан фиктивно. Если у вас нет администратора, то, я так понимаю, можно отдать на аутсорс, опять же, в компанию к аудиторам. С перспективными направлениями в Испании мы разобрались. То есть, какая помощь мы увидели. Как вы считаете, именно в Валенсии есть какие-то направления, на которые бы стоило обратить внимание? Вот именно в нашей провинции хотя бы или в автономном сообществе? Здесь, я бы сказала, все по Испании, все одинаково. И вот именно на Валенсию, что вот у нас регулирование особое, это как раз энергия реновабли, панели солнечные. Это вот наша. Какие примерно размеры, субвенции могут получить люди? Это до 150 тысяч? В зависимости от сферы, есть ограничения до 12. Мне кажется, что-то с как раз артистическими, там где-то до 12. До 50 часто, до 150. Но это все зависит от программы, куда подаете. Потому что их достаточно много, и постоянно есть какие-то новые субвенции. Мне вообще кажется, если говорить про Валенсию, мы оказались в нужное время, в нужном месте. Потому что, опять же, субъективное мнение, в Барселоне сейчас происходят не совсем понятные дела с точки зрения политики, и многие компании выводят свой бизнес. Приходят к нам. Приходят к нам, да. В Валенсии, это так. Причем, как физические люди, у меня многие знакомые переезжают сейчас сюда, так и компании. В Мадрид, понятно, там всегда крупные компании, как были, там они есть, и все. Но те, которые уходят из Барселоны и не знают, куда направляться, они все дружно идут к нам. И сейчас то место, когда стоит занять свое место под солнцем. Пока аренда еще невысокая, пока есть возможность нанять за небольшие деньги сотрудников. К тому же здесь много университетов, много студентов. И если вы ищете, к примеру, себе сотрудников, то можно брать на практику, которая, как правило, не оплачивается, да, студентов. Три месяца, да, они, по-моему, проходят практику. В зависимости от часов, обычно заключается договор, конвейнин, депрактика с университетом. И вот там регулируются уже отношения. То есть заключается непосредственно с работников, со студентом, а с университетом. Сложно ли с университетом заключить такой договор? Нет. Нет. Небольшая компания можно сделать? Конечно, конечно, любая компания. Просто студент приходит в университет, говорит, хочу, вот меня на работу берут сюда, сделайте мне договор. То есть IT-компания, к примеру, она приходит, ищет сотрудников за небольшие деньги, а в Валенсии есть университеты с IT-направлением, насколько я знаю, она может обратиться и получить на первое время себе за, ну, в принципе, бесплатно, на некоторое время себе сотрудников, стажеров, и это будет хорошим стартом, потому что на старте не всегда действительно достаточно. Да, им нужна практика. Ну, естественно, им практика нужна, чтобы кто-то смотрел, что они делают, а если нет опыта, кажется, тяжеловато будет. Но все равно это существенная экономия, если есть сеньор, то есть программист, да, какой-то главный программист. Прекрасно, это очень хорошо, конечно. Да, и можно брать... Это большой плюс. Отлично. Я уже хочу идти в компанию, все остальное. Еще вот про сферу. Сейчас мне пришла в голову мысль, что в России, вот, например, вот дома престарелых, это здесь называется резиденцией. Третьего возраста. Детерсера и дата. Очень интересное выражение. В России это считается, если посылаешь туда своих родителей, это считается очень моветон, это плохо, нельзя. Здесь это абсолютно нормально. Но дорого. Не всегда, да? Сколько? Да, и тысяча, тысяча пятьсот евро в месяц? Ну, они же распенсии оплачивают. Это как распенсия. Так вот, сейчас многие отели продаются в связи с тем, что происходит. Это прекрасная возможность купить какой-нибудь отель и сделать из него резиденцию. Почему? Потому что увеличивается количество пожилых людей. Это нормально в Испании, что они их обычно отправляют в такие дома. Говорят, к 2040 году, по-моему, 40% населения Испании будет в пенсионном возрасте. То есть им нужно уплачивать пенсию. Это не только наши, это еще приезжают англичане к нам. Мы их тоже пенсию не платим, или они у тебя получают? И они у тебя получают в пять раз выше. Вот, они тоже могут прекрасно жить в этих домах. И, конечно, в своих домах. Но если они уже не могут за собой ухаживать, это также прекрасная возможность. Да, и, наверное, кризис не очень касается таких домов, потому что пенсию здесь не задерживают, оплачивают. Опять же, можно заключать договор, привлекать третье лицо, которое бы гарантировало оплату. Я думаю, дети абсолютно спокойно гарантировали бы эту оплату. Я в Валенсии, а, видела один в центре. Очень много, я видела на Коста-Бланка. Это действительно с виду как отель, с видом на море, с резиденцией, то есть там бассейн, может быть, теннисный корт. Это как отель, ну, по крайней мере, с виду так выглядят те, что я видела. И у клиента, у пожилого человека, кто там есть, медсестра, круглосуточный уход. У них каждое утро зарядка в Таревехе была. Это классно, потому что люди там живут, вот, наверное, свой третий период жизни, который начинается у испанцев очень-очень поздно, наверное, после 75 лет, не знаю. Но они живут действительно жизнью полноценной. И когда я первый раз увидела такие дома престарелых, я, мне кажется, перестала бояться старости, которые так боялась в Украине. Это абсолютно не то же самое, что... Да, потому что, как ты рассказывала о том, что в Украине я... Одна из причин, почему переехала в Испанию, это как раз-таки старость. Я очень боялась стать такой бабушкой, которая в магазине, в аптеке, вот, они достают последние копеечки и реально нет на хлеб. Я однажды увидела историю, когда... Ситуацию, когда бабушка покупала в аптеке лекарства, и у нее не хватило денег на лекарства себе и мужу. И она говорит, деду куплю, а мне скажу, что купила, перетерплю, ничего страшного. Даже сейчас в мурашках пошла. Мне тогда было лет 18, вот я в тот момент себе пообещала, что я никогда не буду жить такой жизнью, сделаю все, что угодно. Я перееду из этой страны, там, где мне будет в старости жить комфортно. Поэтому, когда видишь такие дома, действительно понимаешь, что старость – это не смерть, это просто период жизни, где ты можешь жить, наслаждаться. И здесь это очень востребовано. Действительно интересная идея для инвестиций. Это как раз реально, потому что у нас сейчас вот один отель есть здесь в продаже, и мы как раз предложили собственникам на этой неделе. Смотрите, это хорошая очень идея, давайте, может быть, пойдете... Как я люблю интересные идеи. Пойдете вот этим путем, потому что продавать его как отель я не вижу. Да, сейчас неизвестно, к сожалению, что будет. А вот если переоформить его и сделать вот таким... А как думаете, у меня есть один знакомый, он владелец фабрики по экспорту Хамона. На всю Европу. И недавно с ним общались, я спрашивала, как развивается это направление, он говорит, отлично. На карантине люди поняли, что может упасть все, что угодно, но есть и пить люди будут всегда. Как вы считаете, такое направление бизнеса было бы интересным? Конечно. Вы оформлением, сопровождением таких дел тоже занимаетесь? Да, конечно. А вообще кто-то инвестирует в такие дела? Для меня это просто новинкой было. Я знаю, что инвестируют испанцы, но я не знала, как бы я не слышала просто раньше об этом. Конкретно в ваш что? В Хамон и вино. Ну, конечно, конечно. Это очень хороший сектор. Вот вам уже две идеи. Далее. Инга, представим, что человек, гражданин стран СНГ, одной из стран СНГ, решил открыть бизнес в Испании, при этом проживает в своей стране, не в Испании. Ведет здесь бизнес. Как он будет оплачивать налоги? Есть ли какой-то закон о двойном налогообложении между странами СНГ и Испанией? Как это вообще будет происходить ситуация? Вообще у Испании достаточно много законов, договоров об избежании двойного налогобложения, всего около 90, больше 90 законов, соглашений. И да, входят страны СНГ, так что это очень хороший пункт. Мы часто пользуемся законом СРФ. То есть человек как бы там, он там не оплачивает, здесь он ведет бизнес, Россия никаких претензий не имеет? Это нужно смотреть, где ведет бизнес, где ведет бизнес, где place of business, там оплачивается. Все, то есть Россия претензий не будет иметь, что он в Испании имеет доход. Да, это просто нужно выявить, в какой стране мы будем платить. Чтобы не платить и там, и там, выявляем по закону, по аккорду, где будем платить, в какой стране. А финансовая информация, с какими странами ее уменивается? Да, к сожалению, Россия и Азербайджан обмениваются информацией финансовой. Это все связано с ОИЦД, с правилом финансовой отчетности, поэтому обменивается информация о финальном, конечном бенефициаре. Россия и Азербайджан. Да. Хорошо. И у нас остался самый интересный пункт на десерт. Это страны Латинской Америки. Сейчас можно читать на многочисленных ресурсах о том, что эти страны являются очень перспективным направлением для ведения бизнеса, потому что в Европе конкуренция все выше, стоимость рабочей силы довольно высокая и так далее. Большинство крупных бизнесов присматривается к Индии, к странам Латинской Америки и так далее. Какие бизнесы вы считаете были бы интересными для открытия в этих странах? Потому что некоторые считают, что это страны Третьего мира, которые никто не чувствует. Поэтому, поэтому, вот именно поэтому, потому что это страны Третьего мира. Потому что там бьешь вон. Поэтому, конечно, а зачем нам вкладывать во Францию, когда там уже все есть? Нужно вкладывать туда, где нет ничего. Это как в анекдоте, когда отправляют двух коммерсантов на необитаемый остров. Одного в один, другой в другой. Один туда приезжает, а там все местные босиком ходят. А вот он звонит, это они из фабрики обуви. Звонит, говорит, шеф, слушай, тут делать нечего, они все ходят без обуви, тут вообще некуда вкладывать. Второй звонит, говорит, срочно высылай три тонны, они все босиком ходят. Причем это основано на реальных событиях, да. Это Латинская Америка. Это прекрасный рынок, где дешевая рабочая сила. Ну, Чили, она, конечно, подороже. Во всех остальных странах дешевая рабочая сила, отличные условия для бизнеса. Наши офисы по всей Латинской Америки. А доставка товаров, если там производить и отправлять, ну, к примеру, в Европу? Карго? С таможней, насколько просто... Нет проблем с таможней. То есть, в принципе, практически любые товары можно производить там и направлять сюда? Да, нужно смотреть, будет ли это производство или это будет местная инвестиция, потому что, например, инфраструктура там в таком же зачаточном состоянии. Ее нужно создавать самостоятельно. И там требуется как раз инфраструктура, IT, все то же самое, похожее, что в Испании. Латинская Америка – очень интересное направление, как мне кажется. Я однажды работала долгое время довольно с клиенткой, которая предлагала курсы по маникюру. Ну, в общем, такое, все женские штучки. И попробовали мы рекламу на страны Латинской Америки. Были очень удивлены огромным спросом, несравнимо с Испанией. Цены были одни и те же, но с Латинской Америки покупали гораздо больше, потому что у них культ красоты. Сколько я понимаю, в Испании это не настолько, и конкуренция высокая. Там люди голодные до чего-то, потому что довольно бедный рынок. Влияние штатов, а здесь вот Европа. Отлично. Примарк. Примарк, да. К сожалению, да. Про страны Латинской Америки. Какие рекомендации вы могли бы дать тем, кто сейчас для себя, в принципе, как идею такой, о, Латинская Америка, интересно, что почитать, где посмотреть, что там можно делать. Какие-то дадите референсы, о чем подумать, в каком направлении. Как эти страны были бы интересны потенциальным инвесторам. Тем, кто сейчас задумывается о том, где начинать бизнес в Испании, Латинской Америке, или, может быть, больше вкладывать денег на родине. Но обычно тот, кто ведет бизнес в России, он приблизительно знает стороны, как сказать, плюсы-минусы, куда можно вкладывать, куда не нужно. Вот у меня друг работает как раз с одеждой в сфере текстиля. И он прекрасно знает, что в Европе, здесь, в Испании, в Италии, к сожалению, делать нечего. В Италии, да, в Испании, в Испании это не пройдет. Также, я думаю, тот, кто занимается IT, он прекрасно знает, что чего, где не хватает. Не хватает Латинской Америки. А специалистов привезти туда своих или искать на месте? Можно и своих, но это, опять же, визовые тонкости. Вы помогаете с такими? Это уже там помогут. Наш офис. Супер. То есть у вас сколько еще раз? 800 офисов? 810. 810. Я надеюсь, что у наших зрителей, кто смотрит и планирует рост своего бизнеса и масштабирование, однажды тоже будет 800 офисов по всему миру. Нужно ли физически находиться на территории Латинской Америки, чтобы вести бизнес там? Нет, абсолютно так же, как здесь. То есть вы, грубо говоря, сидя на диване в России, можете открыть бизнес в Испании или в Латинской Америке? Скажем, будучи финальным бенефициаром всей этой цепочки. А, кстати говоря, о том, что сидя на диване, можно ли реально открыть бизнес, не приезжая сюда по доверенности или нет? Нет, нужно подписывать документы. Значит, сначала съездим, потом сидим на диване. Хорошо. Я бы не советовала все-таки не смотреть, что происходит, потому что Латинская Америка, это все-таки Латинская Америка, нужно контролировать, что там, как там. Ну, своего человека, наверное, нужно все-таки направлять. Да, нужно иметь кого-то так, просто оставлять бизнес, чтобы он шел, я бы не рискнула. Да даже здесь они на сиесту уйдут и жди их три часа после сиесты. Все надо контролировать. А ваши личные прогнозы, как вы считаете, через сколько лет страны Латинской Америки, ну, как Китай, да, когда-то считалась страна с очень плохим качеством, и многие не верили, что она станет главным конкурентом США, сейчас идет торговая война. Как вы считаете, страны Латинской Америки имеют такой потенциал? Ну, нужно смотреть по странам. Бразилия, Аргентина, Чили, я вижу большой потенциал. Колумбия, Колумбия, там как раз сейчас требуется недвижимость, инвестиции в недвижимость, в отельный бизнес. А насколько безопасно инвестировать туда? Насколько законодательство этих стран защищает инвесторов? Ну, это уже лучше консультироваться с другой стороны о защите инвесторов. С точки зрения законодательства, то есть, например, при наличии хорошего адвоката, ну, к примеру, обратятся в ваш офис в Колумбии, в другой стране какой-то, и хотят быть 100% защищены. Это возможно? Или законы все-таки могут меняться так, что никакой закон тебя не защитит? Везде есть коррупция. Везде, в любой стране. Так что 100% уверенности здесь никто не может дать никогда. Вот люблю, когда правду матку, поэтому нужно рассчитывать. Коррупция есть везде, и адвокаты, к сожалению, не пойдут. И в Испании, конечно, есть коррупция. Ну, здесь мы как-то, мне кажется, себя защищенными чувствуем, что закон нет? Это, нет, ну, конечно, в Латинской Америке, опять же, в зависимости от того, какая страна, потому что в Чили я себя чувствовала достаточно уверенно, спокойно и защищенно. А вот если поехать в Венесуэлу, там сейчас не самое лучшее время. Опять же, мы не можем давать прогнозы, когда мы не знаем, что будет с политической точки зрения, кто там сменится у них через 3-5 лет. Если все будет хорошо, то, я думаю, через 20 лет они выйдут на достаточно высокий уровень. Но, опять же, там абсолютно нехватка, опять же, ферферокариль, как это, по-русски-то. Железнодорожки, да. Инфраструктурные проекты очень требуются. Я всегда говорю, что самое ценное, что я нажила в Испании за 6 лет, это моя телефонная книга. Это мои инвестиции. Потому что можно звонить человеку, даже если он что-то не может сделать, то у него наверняка есть знакомые, те, кто может помочь. Поэтому очень рекомендую вам, если вы планируете развитие бизнеса в Испании, заводить знакомцев, знакомых среди испанцев. Особенно я люблю дружить с адвокатами и юристами, потому что они знают всех. И, между прочим, первое, что мне сказали, когда я приехала в Мадрид учиться, в УЕ, в университете Е, самое важное вам – это нетворкинг. Вот. Нетворкинг. Я тогда еще думала, какой нетворкинг, я адвокат, ведь я приехала тут законы учить. Ходите на все конференции, ходите на эти, пить чай, там, после пить со всеми, пить копы вечером. Нетворкинг. И через два месяца до меня дошло нетворкинг, убрать всю эту учебу по ночам, нетворкинг. Абсолютно, да. Недавно общалась со знакомой, у нее был крупный журнал, и заговорились про продажу рекламных мест испанцев. У нее клиенты были крупной компании, Торенфи, Корт Инглес такие. И она говорит, что когда ты общаешься с человеком, который принимает решения, либо это владелец бизнеса, либо лицо, принимающее решение, говорит, мы говорим о том, что именно подписать договор о рекламе или там внести следующую плату, это вот на потом, когда вы обсудили все, как дела, как ты съездил в отпуск, как ты провел выходные, только потом уже уходя, а, кстати, вы будете на этот месяц продлевать? О, ну да, конечно. Если ты приходишь и говоришь, там, Педро, ты знаешь, вот у нас реклама столько-то, давай подпишем. Они это воспринимают как бы немножко как непонимание. Да, сначала нужно пообщаться, спросить, как у тебя дела, где ты ел, как тебе понравился ресторан, вот новый? Абсолютно, да. Мы проводили, когда в Валенсии мероприятие, бизнес-форум, и мы проводили в офисе акция страховой компании, и я советовала с ними, в какой день лучше провести. Моя первая идея была, сейчас я понимаю, что это абсурдно, в субботу. Он говорит, а сколько людей у тебя будет? Ты будешь одна? Говорю, в смысле одна? Ну, 50 у меня заявлено минимум. Говорит, Вика, Виктория, ты будешь там одна, потому что в субботу ни один испанец к тебе не пойдет. Я такая, почему? Он говорит, ну все, в субботу там максимум отработали, кто работает полдня, и уехали с семьей. На мероприятие, типа, после обеда никто не пойдет. Говорю, хорошо, там какой-то день сказала, он говорит, нужно проверить футбол, в этот день есть или нет. Я думала, он шутит, серьезно я думала, он шутит. Но мы пошли в офис, он открыл таблицу с матчами, серьезно смотрит. Я говорю, то есть вы хотите сказать, что человек может не прийти на мероприятие, которое относится к его бизнесу, знакомства, все, потому что идет футбол? О, конечно. И вот эти все моменты очень-очень помогают тебе понимать нюансы, которые в будущем помогут для продвижения бизнеса. И перед тем, как даже создать бизнес, я бы рекомендовала немножко пообщаться с людьми, которые давно именно в этой сфере. Ну и, конечно, с юристами-адвокатами, потому что они знают все, а так как они эти бизнесы сопровождают. Все другие могут только поделиться субъективным опытом, так же, как и я. Инга, у вас есть что-то, что полезное добавить для наших подписчиков, которые смотрят? Какие-то рекомендации, советы для тех, кто присматривается к инвестициям или хочет обратиться к вам по другим вопросам? Что бы вы рекомендовали людям? Связываться с вами и с вами по каким вопросам? Вот с чего начать с вами общение? По любым вопросам, какие возникнут. Но в большей мере мы поддерживаем, конечно, бизнес, но и физических лиц, конечно, тоже. То есть адвокаты по всем сферам, то, что касается адвокатской защиты? Да, лично я веду коммерческое бизнес-право, международное торговое право и трудовое. Это мои зоны. И если кто-то приходит по другим вопросам, мы просто перенаправляем. Но если это клиент русскоговорящий, я всегда с ним в контакте. Всегда может со мной связаться, если какой-то будет вопрос. У вас первичная консультация платная, если человек хочет выяснить, по крайней мере, в какое направление копать, что ему нужно, кому обращаться? Вообще часто мы не работаем по консультациям. У нас, если кто-то приходит, то это уже точно с нами работает. Закрыли? Нет, к тому, что я знаю, что часто есть такая консультация, но почти у нас не бывает такого. Если кто-то приходит, это уже с конкретным делом. С конкретным делом, да, но он хочет узнать о том, подходит ли ему условие, стоимость, ну не знаю. В таком случае мы советуем взять именно какой-то репорт. Отчет. Отчет, да. А где его взять? Мы приготовим ему отчет по конкретным вопросам, которые он задает. Потому что обычно это вот именно первый шаг. Если он не знает, что он хочет делать, это мы делаем ему из студии исследования, изучения и подготавливаем. То есть, если у вас есть планы по открытию бизнеса, либо у вас есть какой-то вопрос, который требует адвокатского сопровождения, то вы в письменном виде это все описываете, правильно? Можно прийти, можно по видеоконференции, можем по e-mail, мы сделаем research. Если человек приходит заинтересован, если у него какое-то дело уже есть судебное действующее, мы изучаем, смотрим, что за дело и примерно предлагаем ему какую-то сумму, у которой может быть гонорар за это дело. В Испании с этим проще, потому что есть официальные гонорары у каждого коллеги адвокатов, где устанавливаются примерные суммы, которые адвокат может, как сказать, это минимальные суммы, которые прочитаются адвокату. И адвокат уже выше может себе какие-то проценты начислить. То есть, здесь мы говорим, если какое-то дело судебное, то это часто фиксированная сумма за дело. Если это сопровождение бизнеса, то может быть игуала помесячная оплата, либо почасовая оплата. Опять же, возможно, игуала, например, с ограничением времени и по часам дополнительно. Например, даем 30 часов за такую-то сумму. И дальше, если вы превысили лимит, может быть, например, в один месяц лимит превышен на 50 часов, а все остальные 9 месяцев, 3 месяца превыше, но 9 месяцев абсолютно такой же объем. Это абсолютно оправданно. И так работают все юридические компании. И есть особо сложные дела, которых требуется большой ресерч, исследование. Вот такие дела обычно по часам. Хорошо. Сотрудники у вас русскоязычные только по адвокатскому направлению или аудиторы тоже? Я для всех. Понятно. Я для всех. Хорошо. Надеемся, вас хватит на всех, потому что, знаем, время ограничено. Если я найду себе кого-нибудь еще, может быть, кто-то есть еще адвокат, желающий присоединиться. Могу рассмотреть. Да, вот у меня часто пишут, но адвокаты, правда, с такими вопросами не писали, но если вдруг вы адвокат или знаете хорошего адвоката, кто ищет себе достойное место для работы, сотрудничества, то также можете писать инге для знакомства. Друзья, я надеюсь, интервью было полезным для вас. Мы ждем ваши вопросы. Мы обязательно запишем следующую серию и ответим на ваши вопросы. Пишите и по контактам, которые вы найдете в описании к этому видео, вы сможете связаться с офисом РСМ, непосредственно с Ингой. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, делитесь видео и будем продолжать рубрику и освещать тему создания и развития международного бизнеса в Испании и странах Латинской Америки. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова